МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В гостях 12-го канала мэр города Омска Оксана Николаевна Фадина. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Добрый вечер. Мы встречаемся с вами, когда уже, собственно говоря, праздничная дата. Я, кстати, не знаю, праздничная ли это для вас дата, год в должности мэра. Конечно, почему нет? Вот эта дата, она показательная, всегда отмеряют по годам. Новый год мы встречаем, мы день рождения каждый год свой отмечаем. И, по сути дела, это ваш день рождения в должности мэра. Хотя, с одной стороны, вы ведь не новичок в органах власти. И как вы восприняли новость о том, что вы можете стать мэром города Омска? Ну, во-первых, я к этому в любом случае шла осмысленно. Неожиданностью того, что есть вероятность того, что я буду определена в должности мэра. Понятно, уже ближе к 22 ноября она более-менее складывалась очевидно. Потому что все собеседования публичного характера, озвучивание своей выборной программы, все равно это показательно. Видишь, как реагируют депутаты, какие вопросы, как ты на них отвечаешь, какое видение озвучиваешь на перспективу и насколько оно действительно понятно и принимается депутатами, которые были в составе избирательной комиссии. Тогда же первые выборы не состоялись. Все поснимали свои кандидатуры и получился такой небольшой скандал. Не усложнила ли вам эта работа? Вы как-то на это внимание обращали, на этот бэкграунд? Или вообще откинули это все и вот шли как шли? Ну, вы знаете, на самом деле, сама по себе ситуация, которая весной того года складывалась, она на меня каким-то образом не повлияла содержательно. Повлияло лишь то, что, мое мнение было такое, у такого достойного, сильного города-миллионника должен быть руководитель. И чем быстрее эта ситуация действительно разрешится, тем будет лучше только для города. Потому что такое крупное хозяйство, оно должно быть в управлении руководителя уже назначенного. Соответственно, я понимала лишь одно, что эта история должна закончиться и закончится позитивно назначением руководителя. Ведь уже налаженное хозяйство, да? Все подразделения работают, все хорошо. И переходить с налаженного, хорошо укрепленного места работы в неизвестность было жалко, страшно. Да и ладно, здесь налажу работу. Какие эмоции в этот момент были? Было большое желание, честно вам скажу. Потому что вот работа, которая сейчас функционально сосредоточена в мэрии, она мне очень импонирует, очень нравится. Это такой в хорошем смысле микс, микс производства, аналитики, муниципального управления. Вы были абсолютным фаворитом. Но все равно интрига сохранялась какое-то время. Я не знаю, в душе вы были так уверены, что станете мэром? Кстати, были уверены в душе, что станете мэром? Да нет, конечно. Я себя ощутила много лет назад, когда я сдавала экзамены в ВУЗе. И вот государственный аттестационный экзамен, вот он был настолько же волнителен, как и 22 ноября, соответственно. Поэтому нет, уверенности не было никакой. И поэтому, честно скажу, я прям даже как школьница готовилась. Я изучила огромный перечень нормативно-правовых актов, начиная с федерального уровня. Причем для себя отметила, что есть большая специфика. То, что я знала в свое время, это в основном федеральные законы, которые регулируют деятельность субъекта в целом. А здесь пришлось уже посмотреть в другой плоскости все, что касательно управления муниципалитета. С одной стороны, ваша кандидатура, очевидно, была выигрышной по многим показателям. И опыт работы во власти, и ваша системность определенная. Все, кто с вами работает, отмечают, что вы очень системно, структурно мыслите, очень четко. Может, даже применить эпитет по мужскому, хотя не хотелось бы тут носить какую-то гендерную нотку, но тем не менее. И все же Горсовет такой организм, где не всегда действуют понятия хорошо, правильно, а иногда и действуют понятия политической целесообразности, партийной какой-то консолидированности. Вот это оказывало влияние? Может быть, кто-то в силу своих пристрастий пытался вам противостоять? Создавало ли вам это проблемы? Или эта сторона дела вообще никак вас не коснулась? На самом деле, я хочу сказать, что в целом проявлялся скепсис, хоть вы и говорите, не хочется трогать гендерные особенности, но согласитесь, что они присутствуют всегда. Была ситуация, даже когда я приходила в Министерство экономики, мне знаком взгляд людей именно в глазах, когда я читаю скепсис, а сможет ли. Это есть, наверное, это некие ментальные особенности. Они эволюционно будут в нашем обществе сходить к нулю, потому что, не хочу подчеркивать, но тем не менее, я ведь не сотворила историю. Да, есть действительно известные женщины и Советского Союза, и уже Российской Федерации, которые достойно занимаются управлением, и в том числе на уровне государственного сектора, в частности, мой кумир Валентина Матвиенко. Очень достойный руководитель, женщина, есть семья, то есть человек успевает все. Но потому что склад ума, потому что аналитические способности, я бы сказала, чувство ответственности. Вот фокус-группа в том числе не надо и исключать здесь психологию, потому что человеком в основном движут, наверное, все-таки некоторые черты его характера, эмоциональные особенности. Можно быть очень грамотным человеком, но абсолютно бесчувственным к тому, что происходит вокруг тебя. И вот знания и вот эти эмоции, вот совесть, ответственность, понимание, доброта, они ведь тоже добавляют ускорение человеку двигаться или не предпринимать никаких действий. А эти чувства, они допустимы для человека, который занимается государственной политикой? Или управлением города? Вы же не можете сделать всем хорошо? Вот я всегда делаю акценты, может быть, я не права. Я довольно часто философствую наедине с собой, чем я занимаюсь, государственной политикой или управлением города. И я склоняюсь ко второму варианту, управлением города. Ну, некогда заниматься политикой. В основном это хозяйственные вопросы. Опять же, возвращаясь к гендерной истории, вот тот скепсис в глазах, он, безусловно, был. Достаточно, как вы помните, в средствах массовой информации были критические замечания. Женщина, не хозяйственник, нет опыта, снег. Это такие теги, которые легли, в первую очередь, в основу моего движения вперед, что мы должны показать. И для моей команды она практически вся достаточно молодая. Это тоже было очень важно. Доказать, что на самом деле ни возраст, ни гендерные особенности не являются барьером. Самое главное – желание действительно делать. Если ты чего-то не знаешь, то вместо 8 часов рабочего дня посиди 12. Но пока ты это не поймешь, с работы уходить нельзя. И пока ты не организуешь процесс, и когда он не заработает уже системно, без сбоев, ты должен быть там, контролировать все сам. Поэтому скепсис был. Как его преодолеть? Его можно преодолеть только результатом труда. Программа, с которой вышли, получается, складывалась из этих самых хэштегов? Или все-таки что-то еще и другое было? Ну, в общем и целом, действительно, на самом деле программа очень простая. Семь приоритетов. Первые шесть посвящены полностью городу. И секторально, так скажем, безопасность, мобильный город, это транспорт, это, безусловно, социальная политика, это экономика. И в каждом блоке этой программы были в первую очередь заострено внимание на проблеме, которые свойственны городу. С чего начала формироваться программа? Честно говоря, я прям так как-то мучительно формировала структуру программы. И тоже, наверное, вспомнила в свое время период диссертации, потому что в свое время мне однажды профессор дал такой совет. Оксана, когда ты будешь определяться с темой, возьми ровно то, что тебе близко к душе. Я очень долго действительно думала, как сделать ее не пафосной, не популистской, простой и понятной. И что лежит в основе этой программы. И, честно вам скажу, вышла на сайт администрации города Омска, посмотрела, раздел есть, обращение граждан. И мне было очень интересно, что волнует людей. Дальше там есть за последние несколько лет отчеты годовые выкладываются. Ну и, соответственно, с присущей мне способностью аналитического мышления я все результаты отчетов положила в Excel по тематикам, по количеству обращений. Сделала динамику, выделила топ-проблем, построила диаграммы. В общем и целом получилась простая понятная картинка. Что за последние три года, по сути, людей интересуют прежде всего вопросы безопасности, транспорта, ну и так далее. Поэтому были предложены несколько направлений. Прежде чем их обозначить в программе, безусловно, я обсудила это с губернатором, с Александром Леонидовичем. Был такой долгий разговор. Он поддержал по поводу этого координационного блока. И вот на сегодняшний день могу сказать, что этот блок, он тоже находится не в стадии даже реализации, он реализовывается. Все, что там было обозначено, мы исполняем. Например, буквально практически уже в марте первая задача, которая была намечена в программе, она была выражена в том, что мэр города впервые стал заместителем губернатора в составе инвестиционного совета. Такого раньше не было. Действительно, все сразу отметили, что областное руководство четко дало понять, что оно будет помогать городу. В общем-то, мы от войн область, муниципалитет ушли уже несколько лет назад, по счастью. Но все равно какое-то недопонимание порой проскальзывало. Правильно ли я понимаю, что вот сейчас на данном этапе ничего похожего не происходит? Мне на самом деле сложно оценивать период, который был, насколько это было недопонимание, да, и почему, какие причины были. И, честно сказать, я не трачу время на аналитику прошлого особо, потому что время это нужно тратить на то, как конструктивно выстроить взаимоотношения с министерствами, с губернатором, с зампредами, что является наиболее приоритетным в этом году, какие планы построить уже на следующий год. Мы обсуждаем и отдельно с министрами собираемся, адресную инвестиционную программу, какие объекты мы строить будем. И губернатор сейчас, вы сами видите, очень много времени проходит в столице, потому что нужно обсудить с федеральными ведомствами возможность встраивания Омской области в систему национальных проектов. Это очень важный момент на самом деле. Наконец-то заработала эта схема, когда губернатор работает с федеральным правительством и, грубо говоря, добывает деньги для региона, что сейчас необходимо. А мэр на хозяйстве сидит и занимается хозяйством. Ну, не нужно губернатору ездить и разбираться, почему улицы не чистят. Это очень здорово. И вот эта система, она сложилась в тот момент, когда вы предложили этот блок коммуникаций, управления, или просто уже эта система налажилась, и вы ее, как вы говорите, структурированно оформили вот в этот самый блок. Что было раньше, курица или яйцо? Ну, на самом деле, наверное, еще до назначения меня в должности мэра с Александром Леонидовичем уже конструктивный контакт сложился. Мы обсуждали ведь очень много тем, которые являются остро проблемными для практически всех районов Омской области. Еще раз говорю, благодаря тому, что вся аналитика Министерства экономики есть, благодаря тому, что Министерство экономики является уполномоченным по анализу всех государственных программ Омской области. У нас их 18, начиная от здравоохранения и заканчивая информационными технологиями. Вот, конечно, определенная специфика, она мне была уже понятна. Вот, за тот период моей работы в системе правительства я уже и по районам поездила, и неоднократно в некоторых была, соответственно, и с главами мы работали. Вот, многое было понятно. И вот диалог с Александром Леонидовичем, он сложился еще задолго до того, как меня назначили в должности мэра. Сам момент избрания, и тут, как говорят французы, время бы чепчик за мельницу забросить, немножечко расслабиться, но и не повезло. И погода не дала вам расслабиться, я понимаю, и сами вы внутренне как бы не сильно готовились к этому празднику. Или я заблуждаюсь, праздник готовился, но погода внесла свои коррективы. Ну, вы говорите про инаугурацию? Да. На самом деле, действительно, инаугурация закончилась, и уже надвигался снегопад. Поэтому, когда она завершилась, выйдя на улицу, посмотрев на эти красивые снежные хлопья, я поняла, что снег будет обильным и надолго. И поэтому, собственно, уже буквально после 15 часов дня я зашла в свой кабинет впервые, вот, и уже села в первую очередь, вот первая тема это была, это дорожное хозяйство, готовность служб к уборке снегопада, вот, обеспеченность необходимым ресурсом и режим работы. Вы понимали, что это определенного рода маркер для вас? Ведь, несмотря на то, что вы только-только вступили в должность, очистка дорог на протяжении довольно продолжительного времени была поводом для критики прежней администрации? Конечно. Это был не просто маркер, это было дело чести, я вам скажу. Именно благодаря тому скепсису в глазах, некоторых критических замечаний в средствах массовой информации, может быть, гендерным особенностям в том числе. Для меня это было дело чести. Вы справились с этим? Как считаете? Ну, судя по отзывам горожан, которые более того, еще и сейчас ездят в другие города, приезжают, и либо через друзей, либо через знакомых, через коллег передают отзывы и говорят, что ситуация поменялась, вот, может быть, она не стала идеальной, как мне бы этого хотелось, по ряду причин, но ситуация поменялась. Ну, я не хочу остановить вас на этом пути к движению, к совершенству, которое, говорят, в принципе, недостижимо. Но как автомобилист я хочу сказать, что выезжая утром после сильного снегопада на дорогу, я вижу, что дорога очищена, и ездить по ней можно без того, чтобы тебя заносило влево или вправо, как это было, скажем так, еще некоторое время назад. Это все здорово. И этот маркер, он действительно показал, что вы готовы взяться за дело, и что, несмотря на то, что женщина пришла во власть, женщина с крепкими руками и сильными кулаками, в хорошем смысле этого слова. И тогда это было видно, когда вы вышли на трассу и смотрели, как убирает снег. Но это все внешнее на самом деле. Можно заставить человека убирать снег, но гораздо сложнее, мне кажется, собрать новую команду, с которой нужно работать, и заставить ту систему, которая во многом была костной, неповоротливой в городском хозяйстве, работать по-новому. Вот эта задача, мне кажется, была посложнее, чем любые мусорные завалы разгребать и снежные. Как здесь вам удалось справиться? Какие трудности на этом пути стояли? В принципе, я знаю даже, что электронный документооборот был не развит в мэрии в тот момент, и вы свою клавиатуру из министерства принесли, потому что не было у вас клавиатуры нормальной, чтобы работать. Как все-таки это все строилось? Удивительно, какие пикантные особенности вам известны. Давайте начнем, наверное, с мелкого, так скажем, с клавиатуры. Вообще, это была моя клавиатура, приоткрою тайную завесу. Вот, они министерская. Я уже и там туда пришла со своей клавиатурой. То есть вы в министерство со своей клавиатурой? Я с ней хожу, так скажем. Знаете, это нормально, потому что это вот как у художника есть кисти. Это вот такой свой инструмент. Художник не может чужими кистями работать. Подручный инструмент должен быть удобен. Вот так и клавиатура. Есть разные модификации. Но, а учитывая, что специфика моей работы, это не только выходить на улицу и снег проверять. Вообще, на самом деле, это действительно был первый этап. Сейчас, как вы видите, я нигде на улицах не появляюсь. Технологический процесс так вот с моим участием мы не подснимаем. Потому что работа налажена. Вот. И есть куда направлять свои усилия и внимание. Соответственно, конечно, очень много времени у топ-менеджера уходит всегда на работу с аналитикой. А это значит, ты должен сидеть на своем рабочем месте за компьютером. И не со слов верить происходящему. А смотреть сухие факты, которые выражаются в цифрами. Вот. И если ты за цифрами видишь изменения определенные, а ты должен их видеть, то вот здесь и нужно принимать соответствующие решения. Поэтому, конечно, клавиатура – это неотъемлемый инструмент моей работы. Она должна быть удобная, понятная. Клавиши должны располагаться. Ну, я думаю, кто работает за компьютером, сейчас айтишники меня поймут. Поэтому, да, было такое, действительно. Что касается команды. Вы знаете, задача основная была даже не в том, чтобы взять, подобрать людей, у которых есть профессиональный, например, опыт работы, именно своего функционала. Я смотрела еще, как эти люди могут друг с другом сработаться. Потому что мне не нужны точечные расстановки, мне нужна командная работа. У этих людей есть какой-то запас ошибок, которые они могут совершить? Или если они ошибутся, вы с ними, несмотря на то, что они специалисты, без сожаления, ну или с сожалением расстанетесь? Я бы сказала, есть характер и уровень ошибок. Ошибки делают все, но есть ошибки, которые можно очень быстро и безболезненно устранить. И они свойственны каждому управленцу. Поэтому, конечно, жесткому наказанию это не подлежит. Другой вопрос, когда цена этой ошибки, ну, например, остановка хозяйства, да, это совсем другой вопрос. Почему это произошло? Но если это произойдет, то это цена ошибки всей команды. Когда, например, жизненно необходимые предприятия, такие, которые обеспечивают общественный пассажирский транспорт на улице города, которые дают тепло в дома, вот, конечно, по отношению к этим предприятиям, цена ошибки, она недопустима. Хотя в обоих направлениях, которые я обозначила, ситуация далеко не самая хорошая. Я бы сказала, даже вот крайне тяжелая по поводу транспорта. Мы основной кризис миновали, вот, так называемый майский кризис. Но люди его не заметили. И самое главное, сделать все так, чтобы люди это на себе не ощутили. Вперед, конечно, забегаю. Но уж если мы про транспорт заговорили, очень непопулярное решение приходится принимать в последнее время. Настолько ли это необходимо? Без этого действительно нельзя обойтись. А вы про повышение тарифа? Ну, я начну, если позволите. Действительно, с 1 января. На 1 января 2018 года у транспортных предприятий была просроченная задолженность в размере 700 миллионов рублей. А в этой кредиторской задолженности, сейчас скажу, много это или мало, в этой кредиторской задолженности 406, это была налоговая задолженность. Когда я посчитала, знаете, есть такой срок задолженности, да, есть месячная, двухмесячная, вот 406 миллионов налоговой задолженности, это в среднем было 7,3 месяца. 7 месяцев. Много это или мало? Это все копилось и копилось. Да. Поэтому проблема носила очень хронический характер. Я думаю, многие амичи, которые нас сейчас с вами смотрят и слушают, вспоминают 2015 год, когда была остановка муниципального транспорта. На самом деле это никуда не делось. Вот оно так все повторялось. Были определенные вливания. Закрывался кассовый разрыв, потом опять. Три года подряд при этом не повышали тариф на проезд. Правильно это или неправильно? Тогда было принято такое решение. Но при этом в нашем муниципальном бюджете межтарифная разница продолжала расти. Для меня, по сути, это то же самое. Отвлечение бюджетных денег на непроизводительные расходы. Они были непроизводительные. Соответственно, можно было и так, наверное, двигаться. Тогда бы в следующем году уже больше миллиарда отдали на межтарифную разницу. Для меня это всегда вопрос, как между этой силой и харибдой проскочить. Потому что, с одной стороны, мы уже живем в капитализме, и за все нужно платить. Впрочем, и при социализме тоже за все нужно было платить. Просто мы это платили как-то опосредованно. И мне всегда безумно жалко людей, которые должны из своего кармана доставать все больше и больше денег. А с другой стороны, я не понимаю, как в условиях, когда и бензин растет, и запасные части поднимаются в цене, как бедному муниципалитету всю эту финансовую нагрузку выдержать. Это очень сложная задача. И я, в принципе, понимаю вас, почему эти решения пришли. Но считаете ли вы, что вы смогли это людям объяснить? Насколько это удалось доказать, чтобы люди приняли эту позицию и восприняли ее как должное? Ну, я думаю, на самом деле сейчас информационная политика еще должна продолжиться. Я уже акцентировала внимание, что предельная провозная плата определена в 25 рублей. 22 и 25 рублей. Рост 13%. И на самом деле, когда ты не работаешь с платой ежегодно и не смотришь, что происходит, чего-то боишься, может быть, той же людской молвы, то если в среднем на 3 года разделить, это получается на уровне инфляционной ставки. Может быть, это происходило бы, если бы каждый год это делать, не так болезненно, как это сейчас происходит. Но вы обратите внимание, что у нас сейчас в прессе, ведь акцентирует по большей степени никто про 25 рублей же не говорит, а раздувают ситуацию в отношении 30 рублей. Почему? Может быть, кому-то это выгодно. У нас есть некоторые люди, которые, когда все хорошо и когда люди спокойны, этим не удовлетворены. Надо внести такую смуту. И комментарии, а я вот еще раз хочу акцентировать внимание, пользуясь случаем, комментарии по поводу 30 рублей, они и такая на самом деле позиция была с чем связана. Это большая история борьбы с нелегальным бизнесом. И 30 рублей взимается плата, предельная причем, за наличный проезд. Люди не обязаны его платить. Есть очень много на сегодняшний день перевозчиков муниципальных, частных, которые официально зарегистрированы, платят налоги, у которых стоят мультикассы. И работает система безналичного расчета. Действуют проездные билеты, льготные проезды, пенсионные удостоверения, карты электронные. Безналичная система оплаты и предельный размер 25 рублей как раз призваны для того, чтобы показать официально весь денежный поток у тех, кто оказывает эти услуги. И, соответственно, вот эта лакмусовая бумажка, если у перевозчика будет отсутствовать система безналичных расчетов, и он говорит пассажиру, ну, плати тогда 30 рублей, тогда возникает резонный вопрос. Я бы задала вопрос этому перевозчику. А почему вы не создаете условия людям, которые могут у вас в вашем автобусе заплатить 25 рублей? Денежный поток покажите. И когда этот денежный поток на сегодняшний день не очевиден, то тогда вот и получается какая-то странная пропорция. Муниципальный транспорт возит порядка 70 миллионов пассажиров и заплатил чистых налогов в наш консолидированный бюджет, я говорю сейчас не про НДС, не про налог на прибыль, а именно НДФЛ в первую очередь, отчисления, связанные с заработной платой, заплатил более 300 миллионов рублей в 2017 году. А перевозчики, которые, по сути, обеспечивают такой же пассажиропоток, сегодня заплатили 39 миллионов рублей. Оказывайте предпринимательскую деятельность, будьте любезны показать показатели своей деятельности и заплатить соответствующие налоги. Поэтому здесь какое-то неравное положение между одними предпринимателями, у которых такая же экономика, никуда не делась. Они также конкурируют. Им также надо, если говорить про транспорт, покупать колеса. У них тоже дорожает дистопливо. Мы все заправляемся, ну, по сути, на одних и тех же бензоколонках. Поэтому, а что здесь вдруг такое? Поэтому хитрить не надо, и людей обманывать тоже не надо. Электронный документооборот, который вы первым делом начали внедрять в систему своего управления. И первое же вы градоначальник, который завел свой инстаграм. Это все как бы на одном поле цветы произрастающие или невзаимосвязанные вещи, но тем не менее появившиеся примерно в одно и то же время. В рамках системы управления это важный инструмент, безусловно, но роль значения несколько разные. Что касается электронного документооборота. Ну, во-первых, знаете, я не могу сказать, что это было связано с желанием сэкономить деньги на бумаге. На самом деле не такая уж это большая экономия. Я думаю, это вообще никакая неэкономия, но это просто удобно и понятно. Да, вот. Роль основная заключается в чем? В системе электронного документооборота, вы понимаете, я когда открываю проект письма, я вижу переписку исполнителей. Я вижу, кто написал это письмо. Я могу действительно до сих пор, ну, вот у нас очень много департаментов и 1900 служащих вообще в муниципальной службе. Понятно, что с некоторыми из них я лично не знакома. Но мне очень важно, когда я читаю проект письма, видеть, кто его подготовил. И у меня есть такие случаи, когда один и тот же специалист довольно халатно готовит проект письма. И я могу, когда отказываю в электронно-цифровой подписи письма, написать комментарии, которые уже видит руководитель и который видит тот специалист, который готовит проект письма. Если бы это было просто на бумаге, пока вот от руки это все напишешь, это трата времени. Ну, как вы поняли, уже на клавиатуре я работаю быстрее. Вот. Поэтому, может быть, руководитель забудет или не посчитает нужным передать так называемый привет своему сотруднику. А я передаю. И это вот в электронной системе документа оборота, оно так, знаете, прям адресное и целенаправленное. Есть документы, которые готовят сотрудники, они ведущие специалисты, но действительно видно, что они прорабатывают. У них очень грамотный уже стиль изложения. А это мои кадры на перспективу. Я должна понимать, кто умничка, кто достоин подрасти. Ведь они же стараются. Вот для меня это очень важно. Я прям запоминаю эти фамилии. Иногда бывает происходит совещание и приглашают специалистов протокол вести. Я говорю, я вот с вами не знакома. Они называют фамилию, это вот та умничка. Я говорю, вот. А вы говорите, что вы ее по документам знаете? Да, я улыбаюсь, мне приятно. Я говорю, мне вот нравится, как вы работаете. То есть это кадровая политика в таком четком понимании этого слова? Это кадровая политика. Это очень высокая скорость по сравнению с бумажным документооборотом работы с документами. Это очень эффективное использование своего времени. Про Инстаграм. Зачем вы его завели? Ведь это ваша головная боль по большей части. Ну, вы знаете, на самом деле, я как-то не думала о головной боли на тот момент. Просто для меня он прост и понятен. Во-первых, у меня был Инстаграм. У меня есть свой Инстаграм личный для друзей. Вы сами ведете Инстаграм? Да. Инстаграм, у меня телефон всегда под рукой. Это может. Я могу людям ответить ночью, могу утром рано. Он очень удобен для меня в первую очередь. А почему завести? Ну, мне же нужна связь с людьми. Я должна понимать, что я делаю правильно, что я делаю неправильно, что беспокоит людей сегодня. От кого я это узнаю? Когда начинают писать, да что вы тут, вы со своими задачами не справляетесь. Собаки у нас тут бездомные бегают, к примеру, да. Когда просто начинается критика, неконструктивная или... В данном случае вопрос понятен, да. Не останавливается автобус, это все решаемо. А когда вот, ну, условно говоря, на заборе пишут, Вася дурак, да, или вам что-то похожее в Инстаграм пишут. Ну, это же никак не помогает вашей работе. И отреагировать на это никак нельзя. А настроение, наверное, портится из-за этого. Настроение портится. И я считаю, пусть оно портится. Оно должно портиться. Потому что если ты видишь, читаешь проблему, ну, вот вы сказали про пример с собаками, да. Ну, действительно, конечно, это дошло до некоторой травли уже. Потому что комментарии были всякие. Но, тем не менее, а почему я должна была себя чувствовать в этой ситуации спокойно? Ну, если я буду чувствовать себя спокойно в рамках таких проблем, ну, они не будут решаться. Это мотиватор, да. Ну, может быть, это некоторое самообичевание. Работа такая у мэра. У вас на рабочем столе какая картинка стоит? У меня на рабочем столе... На компьютере. А, на компьютере. У меня, на самом деле, до октября была картинка чёрной овчарки. Почему? Ну, это вот некая такая самомедитация. Что в этом направлении, это живые существа, не всё в порядке. Хотя, вы знаете, здесь тоже, вот, общаясь с зоозащитниками, здесь не будет такого идеального представления. Цинус-то весь в чём. С точки зрения законодательства, я обязана делать отлов. Организовать эту систему так. Содержать их. А дальше, к сожалению, если они остались, их ждёт печальная история. И я посмотрела региональную практику, сама почитала все высказывания в СМИ по регионам. Ну, скажу честно, практически в каждом регионе происходит такая ситуация. Почему я себе вижу сейчас уже несколько иначе решение этой проблемы? Всё-таки нужно мыслить уже по-современному. Мы современные люди, поэтому без создания в этой части законодательства не просто совершенствования, а создания норм законодательства, мы, к сожалению, вот так будем находиться в этой трагедии, я это так называю. Закон должен обязать того, кто берёт животное, нести эти обязательства. Вот у меня была история, больше года назад я была на выезде в Горьковском районе, и случайно, случайно совершенно мне под ноги кинулась кошка. Ну, это база отдыха, вот. Вот мы там проводили спортивные соревнования, и я посмотрела, ну, видно действительно, что кошка больная. Пока спортивные соревнования проходили, там я её покормила, привела в порядок, принесла в номер. Ну, во-первых, у кошки был дикий ренит, воспаление, она уже простывшая. И мне так жалко её стало, я сейчас расскажу, почему я привожу этот пример. А я про себя думаю, ну, у меня же нет кошки, собаки у меня нет. Вот, а она, наверное, умрёт. И я подошла к сотрудникам, спросила, говорю, это случайно не чья-то кошка, вот, если бы я её забрала? Персонал обрадовался, говорит, забирайте, забирайте, иначе она сгинет. Вот, я её забрала, мы 10 дней лечились. А история, знаете, какая трагедия? Оказалось, семья приехала в мае, и её бросили. Она им стала не нужна. Потому что, когда я пришла к докторам, задавшись вопросом, ну, почему бросили-то, может быть, у неё заболевание какое-то тяжёлое. Вот, ну, сказали, нет, на самом деле всё излечимо, ну, просто она метис. Она непородистый британец. И, говорит, доктора мне рассказали историю, говорит, а вы знаете, сколько случаев, когда выясняется, что это непородистое животное, ну, где-то купили их, немножко обманули, и люди принимают решение, а им не надо. Вот, а ещё я видела ситуацию, когда сам хозяин наехал на своего щенка в темноте, привёз в клинику, бросил и сказал, мне такая собака хромая не нужна. Так вот, возвращаясь к истории, проблема глубже. Законодательство должно определить правила. Это как ребёнок животное. И ты должен нести обязательства. Если ты взял это животное, соответственно, вот, должна быть база данных информационная. Что это за животное? Как оно оказалось на улице? Есть технологии чипирования, например. А может быть, хозяин его потерял и давно ищет. Эта система позволила бы найти это животное. А мы вот его там отловили, например. Поэтому нужно смотреть шире. Я думаю, что мы в этом направлении позанимаемся. Хотя это, безусловно, инициатива законодательно-федерального уровня. Но будем работать в этом направлении. Это очень важная тема, вы затронули. В конфликте Белого Бима и Чёрного Ука виноваты не собачники были, конечно. Злая соседка, которая эту собаку сдала собачникам. Но как изменить психологию людей? И как поменять наши отношения даже хотя бы на уровне к животным? Я не знаю. И задачи ли это мэра тоже не представляю. Ну, я и не представляю, зачем этими делами заниматься мэру с одной стороны. А с другой стороны, всегда, когда мы касаемся этой темы, я очень часто слышу. Вы еще не решили основных проблем людей. Почему вы занимаетесь решением проблем животных? Или переводя в понятную плоскость, да, как говорил профессор Преображенский, нельзя заниматься пением по утрам и решать проблемы немецких голодранцев по вечерам. Вот что-то похожее. Вот вы согласны с этим или все-таки у вас другая точка зрения на это? Да, вы знаете, точка зрения простая. Нужно заниматься всеми вопросами, которые лежат в плоскости функционала муниципалитета, а не так, что, знаете, как вы вот сейчас довольно часто используете цитаты, как с Карли Тахара, да? Об этом я подумаю завтра. Поэтому нет, оно сегодня требует, ждет. Есть многодетные, есть зоозащитники, есть и самые безнадзорные животные, есть инфраструктура, есть снегопад. И вот в том-то и сложность работы мэра. Ты должен все это решать сегодня. Вы ставили перед собой целый комплекс задач, когда выступали перед депутатами городского совета. Эта программа никуда не делась. Что-то удалось воплотить, что-то не удалось. Чем вы сейчас гордитесь? И где те узкие места, которые, несмотря на их узость, так и не удалось перепрыгнуть? Я, Владимир, очень самокритичный человек. Я заметил, да. Вот правда. Даже если что-то я вижу, что удается, мне бы нет порадоваться, а я уже ставлю себе новую планку и беспокоюсь об очередной, которая на горизонте маячит проблеме. Но вообще, конечно, так, в сухом остатке, при общении с коллегами, их оценках со стороны, можно отметить следующее, что вот сейчас год уже близится к завершению, и впервые за долгие годы мы удержали госдолг на том уровне, который он был. Мы его не нарастили. Я хочу сказать, что это колоссальная работа, потому что мы ведь в этом году постарались и вопрос с транспортом урегулировать. Ушли от этого кризиса. А он был. Его просто, еще раз говорю, люди не ощутили. И люди не должны ощущать на себе этот кризис. Пусть они спят спокойно. И на самом деле они даже не знают, что он был. Поэтому решали вопрос с транспортом. Решали вопрос, связанный с ремонтом школ. Софинансирование нужно было где-то искать. Ремонт дорог, как вы видите, мы в этом году выполнили вроде бы с финансовой точки зрения тот же объем. Но мы успели очень быстро провести одни торги. В этом году, как никогда, мы провели быстро в мае. Они уже прошли. Поэтому та экономия, которая у нас осталась, мы ее не вернули обратно в бюджеты высшего уровня. А мы еще успели раз отторговаться. И мы на эту экономию, да, вот уже буквально в октябре делали работы, устанавливали ограждения, где-то с пешеходными переходами работали, ливневку подремонтировали. Ровно все то, что позволительно делать уже после 15 октября, потому что до 15 октября мы работаем с асфальтом. Вот после этого мы еще 103 миллиона рублей отторговывали и продолжали вести работы. Каждую копеечку. Это спасенное от возвращения деньги, да? Успели ухватить в последний момент. Да, мы все, скажем так, переварили, умудрились. Ну и это вот такие, скажем так, в крупном, в крупную клетку победы. И я бы хотела, вот мы все говорим сегодня производство, производство, городское хозяйство. А ведь праздник для людей тоже немаловажен. Да? Да, конечно. Почему мы об этом не говорим? И поэтому я считаю, что команда очень профессионально справилась с Днем Города. Всеми любимая флора. Мы сейчас уже думаем, как эти проекты сделать уникальной особенностью города. Потому что ведь у нас она с 1953 года. А вот в городах действительно проводится, даже в зарубежных городах. Но вот они свои специфические, например. В Китае есть города где-то. Праздник Хризантем. Вот мы сейчас с коллегами, с нашими китайскими общаемся, приглашаем их к нам, обсуждаем тематику следующей флоры. Ну, пока я сохраню интригу для наших амичей, что это будет, какая тематика будет заложена в основу флоры. Но мы ее хотим сделать уже более масштабной. Международной? Да. Про узкие места. Все-таки вы сказали, что человек самокритичный. И если вы даже свои успехи себе в заслугу не ставите, то уж, наверное, не успехи. Вы прямо по ночам себя грызете и ненавидите себя. Я не знаю, как с этим грузом жить. Но все-таки, уж простите мое микошонство, что же, на ваш взгляд, не удалось за это время? Ну, на самом деле, знаете, хотелось бы, конечно, так скажем, такой челлендж я себе определила, вызов. Но пока тяжело дается. Есть платежеспособность отдельных предприятий за год восстановить, которую, чтобы быть потом спокойно в следующем году, пока не удалось. Уж слишком затянулась эта история, длинные годы, и вывести из этого крутого пике за год. Ну, это действительно чудеса. Поэтому определенным образом ситуацию вот этого полета вниз задержали. Но еще очень многое предстоит. И я думаю, что это предприятия, которые связаны с тарифной политикой. Тариф за один год выправить, ну, просто невозможно. Особенно, если за несколько лет он достаточно жестко резался. Конечно, это сложно. Поэтому впереди это еще года два-три, наверное, восстановление. А вы меняетесь, когда снимаете суртукмера и приезжаете домой, вашу кошку вот кормить, которую спасенную. Происходит трансформация. Какой вы человек, помимо своей должности, или вы уже не можете это разделить? Вы мэр всегда. Ну, мне кажется, по характеру, честно говоря, я вот всегда такая, какая есть. Вы можете накричать на человека? Да. По служебной линии или вообще в жизни? Ну, дома я не кричу. Нет оснований для этого. Я стараюсь всегда... Нет оснований. Нет оснований. Мы как-то, знаете, ну, находим общий язык. На работе крик бывает, но это тогда, когда связано действительно с результатом, влияющим на людей. И я вижу, что люди просто саботируют процесс. Ваш характер поменялся с того момента, когда вы стали главой города? Да. Он стал жестче. Жестче? Да. Он стал жестче, потому что, ну, знаете, у меня за плечами город миллионный. Я понимаю, почему характер может стать жестче. Я, правда, не знаю, хорошо это или плохо, потому что переносится все-таки это... И можно ли научиться разделять должность свою и... И когда вы отдыхаете. И поэтому я хочу узнать, как вы абстрагируетесь от всего этого? Ну, невозможно же 365 дней находиться в этом состоянии. Ну, как-то же нужно с себя скинувать этого? Как-то релаксировать нужно? Вы как-то отдыхаете в отпуск, ездите? Был ли у вас, кстати, отпуск за этот год? Отпуска не было. Ну, как-то вы отдыхали? Ну, вот скоро исполнится ровно год. И поэтому вот уже сейчас я сама себе сказала, ну, хорошо, вот теперь немножко можно и отдохнуть. То есть я претендую на небольшую часть отпуска. Но как вы будете отдыхать? Я не говорю, где бог с ним. Ну, как вы себе отдых предлагаете, представляете? На самом деле, ну, знаете, я просто хотела отметить по поводу характера, что я стала жестче, да? Жесткость, не грубость. Это вот разные вещи. Поэтому жесткость – это требовательность, это лаконичность, это постановка задач и спрос этих задач. Я знаю. И не примите на свой счет, нет ничего более элегантного и жесткого, чем гильотина. Она очень элегантна, но очень бескомпромиссно выполняет свою работу. Это не относится к вам ни в коем случае. Я просто поясню. Ну, вы знаете, я не сторонник громких скандалов, публичной демонстрации, там, например, на аппаратных, там, вы не справились с задачами, я вас уволю. Я с вами согласен, потому что я был на многих совещаниях разного уровня. И точно знаю, начальники, которые стучат кулаком по стулу и кричат, я тебя уволю. Они, как правило, и не увольняют. Состояние эффекта. Да, и работа не двигается. А когда в мягких перчатках человека... Знаете, коллеги шутят. Иногда они говорят, Оксана Николаевна, лучше бы вы кричали. Потому что иногда совещание проходит, они говорят, когда у вас такой стальной голос, мы понимаем, что все, лучше бы вы кричали. Это на самом деле так и есть. По поводу отдыха. Ну, вы сами сказали, 365 дней действительно максимально были связаны с городом, с работой. И поэтому есть просто домашние дела, которые ты должен сделать по хозяйству. И для этого и нужен, наверное, отпуск. У меня характер такой, он с виду спокойный. Но я не люблю сидеть на одном месте, ничего не делая. Мне обязательно надо что-то делать. И вот я себе три задачи реализовываю, а пять у меня в голове на перспективу. И шесть еще в такой длительной перспективе. Поэтому я никогда не скучаю. Одно сделала, сразу перехожу к другому. У меня даже нет паузы в осмысливании того, что мне надо сделать. Оно уже готово, и оно уже стучится и говорит. Мы вот ждем решения. Дело в том, что это про любого руководителя, можно сказать. Его хорошая работа, она незаметна. А заметны только ошибки и провалы. Это как у разведчика. На самом деле всех известных разведчиков это просто неуспешные резиденты, которые провалились. О самых успешных мы, конечно, не знаем. Мы двигаемся 365 дней уже практически по этому пути вместе с вами. И положительная динамика налицо. Ну, если вам так будет удобнее, моя оценка. И вот этот успех или положительная динамика, на ваш взгляд, с чем она связана? Это лично ваша заслуга? Вы так себя оцениваете? Или вы склонны еще какие-то искать причины этому? Ну, может быть, звезды и так сожлись. Да нет, дело не в звездах и не только там в личности одного человека. Это очень многофакторная история, в которой в первую очередь... И я сейчас не ради лести хочу это сказать, а я глубоко в этом убеждена. Во-первых, губернатор Александр Леонидович, у него стойкое, четкое понимание, убеждение, я бы даже сказала, глубокое, что город Омск во всей региональной политике, экономике, он играет ключевую роль. И не обращать на него внимания, и не делать в него вклад, это неправильно. Ну, при всем поможении к Александру Леонидовичу это очевидно, но это никакая не тайна. Омск действительно основная часть Омской области. Знаете, вот иногда бывает очевидное неочевидно почему-то. Вот в данном случае один из главных факторов то, что очевидное действительно становится очевидным и понимаемым. Ну, то есть любого мэра можно было поставить, а Гурков был совсем исправился. Не иронизируйте, я только начала. Это очень важный фактор, с него все начинается. С него все начинается. А дальше к этому, вот в комплекс этой модели действительно следом идет, а кто вторая фигура? Вторая фигура это муниципалитет, это мэр, безусловно. Что это за человек, да? Чем он занимался? И вообще его желание вот здесь, 365 дней, городу отдавать максимально. Поэтому я же сказала, что психология здесь играет достаточно большую роль. Вот можно эти 24 часа потратить так, а можно поехать поплавать вечером в бассейне. Да? Это тоже важно. Вот вы что выберете? Я поплавал в бассейне. И поэтому вот, когда ты говоришь, что нет, вот это вот я поделаю, бассейн потом, потом, ну и еще потом, и еще потом. И так у тебя абонемент год пролежал, допустим, да, вот. Наверное, это неправильно, кто-то мне скажет. Но это мое отношение к городу. Вот я так вижу себе ключевую роль на посту муниципалитета. Вы не чувствуете в себе определенного комплекса отличницы? Все должно быть идеально. Чувствую. И он у меня есть. А может быть, с другой стороны. Вот знаете, у меня на самом деле очень хорошие с министрами отношения, что они меня знают. И знают, что если я сказала, то вот так будет. И как-то они уважительно относятся ко мне, поскольку понимают, что, во-первых, мне можно доверять, во-вторых, мне можно верить. Но вы гордитесь своей должностью? Конечно. Но если я, понимаете, 365 дней своей жизни без сожаления на самом деле, вместо бассейна, действительно отдаю городу, но это о чем-то говорит, я люблю этот город. Я к нему очень трепетно отношусь. Я к людям стараюсь относиться с пониманием. Это лучшая работа. Это очень достойная работа. Очень достойная. И нести, конечно, нужно эту должность с гордостью, с поднятой головой, но так, чтобы видеть людей. Вы бы хотели, чтобы вас еще раз избрали на этот пост? Это очень преждевременный вопрос. Я не говорю, что справитесь с ней. Вы бы хотели бы. Хотела бы, не хотела бы. Вот сейчас, наверное, воспользуюсь гендерной особенностью. Хотеть можно шубу красивую. Женщины меня поймут. Работа мэра – это очень ответственная работа. Здесь должно быть, в первую очередь, не только желание. У меня есть желание. Здесь должно быть здоровье. Ты должен иногда знать, что 24 часа в сутки, к сожалению, бывают такие ситуации. Амичи знают, какие у нас происходили печальные события прошлой зимой. Никому не пожелаешь. Но, тем не менее, ты должен понимать, что иногда 24 часа в сутки, не прикладывая головы, а утром на совещание, ты должен при этом еще хорошо выглядеть. Потому что я знаю, что жители смотрят, особенно Амички, смотрят. Это меня порой поражает. В работе мэра оценивается работа мэра, а в работе женщины мэра оценивается работа мэра. И как она еще при этом выглядит? Ну, как-то я даже удивлен этому. Но факт есть, да. Ну, в этой части, кстати, вот благодаря Инстаграму и люди поддерживают. Когда они говорят, что мы гордимся мэром, и когда они говорят, у нас мэр умная, красивая, понимаете, я понимаю, что у этих людей через понимание роли мэра есть еще и стойкое формирование отношения к своему городу. Вот это очень связанные вещи. И если это действительно дает позитив, то значит, я должна и выглядеть соответственно, чтобы Амичи и этим тоже были довольны и гордились. Знаете, в самолетах боевых система оповещения пилота всегда начитана женским голосом. Ну, читая это у женщины. Потому что мужчина в присутствии женщины не может дать слабину. Биология в него так заложена. Может быть, то, что вы возглавляете город, и этот фактор тоже срабатывает. Мужчины не могут в вашем присутствии показать свою слабость. Они должны всегда демонстрировать силу. Ну, мне так кажется. Да, знаете, я вот за последние годы так перестаралась на самом деле с желанием доказать, что я все смогу. Разбаловала мужчин, коллег по цеху. Они уже не задумываются, все равно знают. Да, ничего, Фадина сделает. Выпущи, да? Да, поэтому в это вряд ли. Умск – это лучший город Земли? Или все-таки есть получше места? Для меня, правда, лучший. Вот. Я без красного словца. У меня было, правда, за мою бытность очень много предложений. Профессионально переехать в разные города России. Там работать. Разные проекты. Это были стартапы. Очень грандиозные. И меня всегда останавливало. Останавливало два обстоятельства. Они, наверное, банальны, но для меня они предопределяют мою жизнь. Первое – это то, что я нигде себя не чувствовала так комфортно, как в городе Омске. И второе очень главное обстоятельство, оно для меня самое главное – это мои родители. Я в семье одна. Мы очень привязаны друг к другу. Что родители ко мне, что я к ним. Я их очень люблю. Это не связано с какими-то моими ограничениями сейчас. Ни в коем случае. Это не тяготит меня. Это просто то важное обстоятельство в моей жизни, которое уже предопределило, наверное, мое решение. Родители вами гордятся или хотели бы для дочери чего-нибудь попроще? Конечно, мама хочет всегда чего-то попроще. Она до сих пор не понимает специфику моей работы. Я ее зову, если честно, председатель семейного правительства. Она главная в семье. Конечно, мы стараемся под ее какие-то приоритеты, желание подстраиваться. Отец понимает мою работу. Он сам в этой системе работал. Да и, собственно, он всю жизнь проработал хозяйственником. Начинал он с малого. С механизатора управлял большой грозной машиной ЭКО-700. Наверное, с тех пор у меня с детства любовь к спецтехнике. Потом, конечно, это были руководящие должности. Тоже в жизни было очень много сложных ситуаций. Доставались ему предприятия, которые практически не то что с колен. Вообще в полном упадке были предприятия, он их поднимал. Поэтому он прекрасно понимает, что... Да, меняются технологии менеджмента, он не учит меня жизни. Самое главное, что он этому созерцает, он это понимает. А вас вообще родители учат жизни? Вы говорили, что вы были очень упрямыми. Можно было очень много научить? Сложно было учить. Ну, скажем так, школьный период, ну и, наверное, немножко институтских еще лет. Действительно, в институте это были уже советы, так скажем, такие аккуратные. В школе, безусловно, да, вот были определенные правила, принципы. Если я не понимала, мне объясняли. Ну, я их соблюдала, эти каноны, в обязательном порядке. Естественно, в институте я уже стала проявлять характер и где-то отстаивать свое мнение. Сейчас уже у нас нет, честно говоря, споров каких-то. Родители мне доверяют. То есть если я сказала, что вот это должно быть, значит, мне это в моей жизни зачем-то надо. И я им очень благодарна, они мне очень помогают сейчас. В плане, если где-то я что-то не успеваю, они это подхватывают, иногда даже без слов. Вот, они мои помощники. Я так и понял, что все, как и большинство, что происходит с нами, родом из детства. Хозяйственность от папы, властность от мамы, а большая дружная семья, это как раз тот росток, из которого растет желание создать свою команду в любом месте и воспитать людей так, чтобы они сотрудничали с вами. Я прям даже не знаю, пожелали бы себе чего-нибудь в следующем году управленческом? Есть у вас желание какое-то, хотелка? Пожелать можно почти всего, чего захотите. Хочу, чтобы люди наши стали добрее, добрее действительно, не только к себе, к окружающим, терпимее. Хочу, чтобы у мечей появилась уже даже не надежда, а подтверждение этой надежды. Хочу, чтобы гордились тем, что живут в Омске. Достойно это произносили. Вот это прям мечта. Это были слова мэра Омска Оксаны Николаевны Фадиной. Спасибо огромное, что пришли в эту студию, ответили на мои вопросы. Спасибо вам. Человек, которому принадлежит Омск. И человек, который полностью, как я понял, принадлежит Омску. 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 Омску.